Кто, кто вообще знает там, что такое GCP, что такое GSAR? Коля знает, кто еще? Хорошо, но Ну хорошо, то есть GCP это Java Community Process, то есть это целое такое направление, направление в Oracle и в Java мире, которое отвечает за то, насколько платформа развивается, насколько происходит involvement community в развитии платформы, ну в таком духе, в двух словах. То есть GSAR это Java Specification Request, это по сути некий проползал какой-то функциональности в новую там версию Java, например, или Java SE, или Java EE, то есть различный функционал. Вот, например, одно из, один из GSAR, который вот сейчас идет, скажем так, в разработке и который планируется внедрить в следующую версию Java EE, это JSON Binding. То есть кто, кто работает с JSON? Ну вот, с JSON практически все работают, поэтому это, в принципе, довольно, довольно важный, важный GSAR, и на самом деле я вам скажу, что было целое голосование, в несколько этапов проходило среди community, на самом деле оно было открытое, любой из вас мог проголосовать о том, какие GSAR и community считают наиболее важными, над которыми стоит потратить эфорты для того, чтобы они вошли в новую версию Java. Так вот, ну, одно из важнейших, которые, по мнению community, это стало как раз вот JSON Binding, то есть это как бы спецификация API, который, ну, предписывает, как правильно делать JSON Binding в Java, да, потому что сейчас есть куча есть библиотек. Куча есть библиотек, например, вот даже сейчас я, вот такой слайд, то есть сейчас огромная variety of JSON Binding providers, то есть сейчас, ну, самые известные, наверное, Xon, кто знает Google Xon, скорее всего, многие пользуются, Jackson самый популярный, ну, другие немножко менее популярные, кто использует Xon здесь? Нет, а Jackson? О, Jackson более тут популярный. Ну, короче, то есть, но их на самом деле намного больше, и каждый, ну, каждый провайдер, каждая библиотека, у нее свое API, ну, чуть-чуть разное, да. Соответственно, если вы вдруг хотите, там, у вас перейти с Xon на Jackson, или просто там на одном проекте вы использовали Xon, а сейчас нужно Jackson, то вам нужно чуть-чуть перестраиваться, потому что API другой и различные другие вещи, ну, контракты, ну, методов и всего остального разное. Вот, то есть хочется, чтобы был некий единый, ну, единый подход к этому всему, единый, ну, API хотя бы, то есть никто не запрещает, понятно, что эти провайдеры никуда не уйдут, но они будут провайдеры реализации этого API, да, и главная разница между выбором провайдера будет в performance, а не в том, какой у него API, ну, потому что, как бы, это глупо. Я хочу два слова сказать про то, что почему же вы можете, почему вы можете хотеть использовать, хотеть быть вовлеченным в эту работу по JSR, то есть это работа на паблик, то есть, в принципе, ведется, и любой может заджойниться и внести свой вклад. То есть, какие основные, как бы, бенефиты? То есть, первое, это то, что вы помогаете вообще, как бы, двигать, ну, Java-экосистему вперед, да, то есть это такой довольно, ну, высокий лозунг, но, в принципе, мне лично очень приятно быть частью, каким-то винтиком в этой системе. Потом, то есть, вы контрибьютите какой-то свой код, свои знания в, ну, в Java-платформу, то есть, если, особенно, если вы, там, какой-то эксперт в чем-то, да, то вы не просто, там, написали, например, там, к сон-библиотеку и сидите, радуетесь, что у вас самая лучшая библиотека. А вы можете поучаствовать для того, чтобы все, ну, поучаствовать в разработке такой спецификации, которую будут использовать все и поделиться своими знаниями и своими наработками, которые вы, там, уже, ну, добыли. Вот, то есть, вы чувствуете себя, я же говорю, на, ну, как бы, на cutting edge, то есть, новых технологий и всего остального, потому что, ну, какие бы ни были у нас, там, интересные проекты, мы никогда не будем работать со всем, что нам хочется, да. Ну, то есть, здесь же вы можете, например, у вас может на проекте общения быть джейсона, но вы хотите, например, ну, все равно, ну, узнать, что это такое, да, ну, то есть, почувствовать, там, почувствовать, что вы, вот, вот, как раз сейчас делаете то, что будет использоваться только через несколько лет, ну, там, допустим, всеми, wide community, вот. Вот, ну, конечно же, получить новые знания, возможно, если вы, там, будете очень активным, вас будут, там, знать в Java мире, там, возможно, вы станете экспертом в какой-то типа технологии, вас будут уже, в принципе, в community знать, приглашать в работу над другими GSR-ами и так далее. Ну, и просто, просто have fun, ну, то есть, потому что, ну, если вы любите кодить, если вам нравится, ну, там, нравится Java или, ну, нравится, жюри, просто разные новые технологии, то, ну, это, это реально фан. Еще один слайд, это насколько легко стартовать, это, на самом деле, очень легко, главное, хотеть, то есть, на самом деле, вы можете, есть очень много GSR-ов, жюри, которые в работе сейчас, их можно все найти на Java.net сайте, очень легко. Вы можете выбрать тот GSR, который вам интересен, или в котором, в котором у вас есть какой-то experience, или тот, та технология, которую вы используете на проекте, к примеру. Потом вы можете законтачить экспертную группу или спеклида, если, допустим, вы не знаете, как начать, вы можете прямо ему написать, там, допустим, вот я хочу за джойни, за что мне делать, или, или мое, мое комьюнити хочет за джойниться, или, там, не знаю, моя компания хочет за джойниться. Ну, то есть, на самом деле, все очень, ну, в комьюнити люди очень отзывчивые, вам по-любому помогут и подскажут, как вы можете помочь, да. Вот, на самом деле, на Java.net сайте, на Adobe.jsr страничках все полностью подробно расписано, что вы можете делать, как вы можете контрибьютить и так далее. Вот, и, ну, самое главное, то, что у нас смешно звучит, но самое главное, это просто начать это что-то делать, потому что, ну, вам может как бы нравится, но понятно, что у нас у всех есть свободное время, мы хотим его потратить, может быть, на, на отдых, допустим, а здесь вместо этого вам нужно будет писать код какой-то, вот. Ну, это up to you, но, в принципе, я жрю. Самое сложное это начать, ну, потому что на этом многие и загибаются, в принципе. Ну, и последний слайд, наверное, наверное, что конкретно можно делать, то есть конкретно это на самом деле вы можете участвовать в дискашенах в мейлинг-листах, потому что, когда идет работа над спецификацией, в основном это идет очень такой heavy discussion в мейлинг-средах, то есть пока что, потому что еще нет особо кода, да, но вы должны придумать его, вы должны родить API. И идет очень много дискашена, вы можете участвовать в этом дискашене, предлагать свои идеи, свои комментарии, свои консерны, вы можете помогать репродюсерке какие-то ищу, если вы там видите, что явный, там, может быть здесь проблема, да, какой-то special case, который не учтен, вы можете его протестать, сказать, что да, не учтено. Вы можете поучаствовать в тестировании каких-то early reference implementation build-ах, вот, потом вы можете давать просто фидбэк свой на дизайн, вот, допустим, вы вникли в этот дизайн, там, скачали какой-то public review, там, API, посмотрели на него, вы можете, в принципе, дать какой-то свой фидбэк. Ну, там, что, допустим, это вообще супер, это не сильно удобно, ну, просто как клиенту, как девелоперу, который будет использовать API, вы можете сказать, вот тут, мне кажется, было бы, там, удобнее, например, возвращать из метода optional вместо, там, допустим, конкретного типа, потому что он может быть, например, отсутствовать. Ну, это как пример. Вы можете, да, там, помогать, писать в блогах про определенные функции, ну, GSR, вы можете какие-то, вот, выступать с докладами про определенные GSR и так далее. Ну, и самый advanced уровень, это вы можете, конечно, участвовать в разработке reference implementation в TCK, но, опять-таки, многие, ну, девелоперы сразу хотят, вот, там, пойти и накодить, да, там, reference implementation, там, для JSON binding. Но это смешно, потому что, во-первых, у вас, ну, недостаточно экспириенса, чтобы пойти и закодить, плюс надо понимать, что этим будут использовать, его использовать потом будут миллионы других девелоперов, и это не так, что вы написали какой-то свой, там, я не знаю, pet project и, там, радуетесь. То есть, тут надо очень взвешенно, и поэтому, на самом деле, даже участие просто в discussion и в, ну, вот, в блогах, там, писание блогов про это, ну, про эту, там, спецификацию какую-то, оно уже очень важно, на самом деле, вы не представляете. То есть, ну, не надо думать, многие просто, им неинтересно, потому что они говорят, блин, мы хотим писать код. Ну, писать код не так просто, ну, писать красивый код, ну, то есть, надо сначала, ну, немножко, ну, получить experience для того, чтобы быть экспертом, ну, в написании той или иной спецификации. То есть, ну, то есть, надо много работать перед тем, как, ну, вашим кодом будут пользоваться миллионы других. Ну, в принципе, вот это, наверное, основное, что я хотел сказать. Конкретно по нашей работе над JSON-байдинг, JSR, основные наши ресурсы, с которыми мы работаем, это всего два ресурса. Очень легко. Это мейлинг-листы, на которые вы подписываетесь, и вы получаете эти имейлы. То есть, вы получаете, там, имейлы с кучей, то есть, там, вам приходит разная, там, рассылка, допустим, по JSON-байдингу, и там мысли этих спек-ледов, мысли экспертов. И вы там все читаете, пропускаете через свой мозг, и можете говорить свои комменты какие-то. И, собственно, код, который тоже доступен, вы постоянно скачиваете код, единственное, что вы в него не можете коммитить, но вы его можете читать. Ну, потому что, еще раз говорю, если всех запустить коммитить код, то спецификация сразу умрет. Ну, то есть, ну, конкретный код коммитит только несколько людей, но все остальные дают советы. Ну, то есть, и дискуссид. И что еще? А, ну, и мы, например, вот ведем, ведем вот такой, ну, например, ShadDog. Сейчас. Например, ShadDog, в котором мы, там, коллектим все наши, там, вопросы и ответы на наши вопросы, отмечаем, что принято в работу. Вот, например, все, что там зелененьким отмечено, это к нашим комментам прислушались. И реально, вот смотрите, сколько, фикс, 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 фикс. То есть, это мы предлагали разные фиксы, там, минорные иногда, но, тем не менее, там, где-то опечатки, где-то там, не такой, javadog непонятный, где-то сигнатура метода не совсем соответствует, где-то пример не такой, как, ну, и так далее. То есть, и ко многим, на самом деле, прислушиваются. Конечно, многие тоже rejectались, например, но это нормально, абсолютно. Ну, то есть, вот, например, чисто просто покажу. А то я даже не знаю, как его больше сделать. Все. А, ну, вот, например, мое последнее письмо. Ну, смотрите, ну, я не знаю, как будет. Вот сколько я на них вывалил всего, короче. Все, видите? То есть, ну, там, forgotten stuff, там, фидбэк по дефолт маппингу, фидбэк по дефолт маппингу дат, фидбэк по самой спецификации, фидбэк по кастомайз маппингу и так далее. То есть, они до сих пор пока еще не разребли, это все. То есть, ну, вообще, тем более их приятно немножко подпушивать, потому что это поляки. Вот, то есть, прикольно. Ну, и, наверное, все. То есть, я жрю. У нас есть свой репозиторий, в котором мы, там, пытаемся какие-то экзамплы сами писать на основе той спецификации, которая уже разработана. Ну, и, в принципе, к этому всему можно джойниться. То есть, оно все открыто, все доступно. Точка входа, java.net.site, последнее, что я показываю, java.net.site. То есть, на котором куча проектов, в том числе и этот. То есть, вот, java.net.site, projects. И вот этот джейсон-байдинг, тут есть линочка на... Упс, а, я не за коннекшинг на эту, а было. Ну, короче, ссылочка на source code, там есть ссылочка на Jiru, и ссылочка на mailing-листы, где вы можете subscribe сделать. Вот и все. То есть, очень легко, но я же говорю, эта работа больше такая, ну, background-работа, которая, может быть, не такая интересная, но она очень полезная, на самом деле. И, не знаю, мне лично, то есть, я доволен, что мы участвуем в этом. Все. Наверное, всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok